Это актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. В марте 2017 года впервые в истории Якутии состоялся первый съезд депутатов представительных органов муниципальных образований республики. На сегодня основные положения резолюции первого съезда исполнены. За годы, предшествовавшие проведению нынешнего второго съезда, в стране произошли изменения, в том числе непосредственно затрагивающие местное самоуправление. Об этом и об итогах второго съезда депутатов представительных органов муниципальных образований расскажет наш гость Алексей Еремеев, председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха, Якутия. Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе состоялся второй съезд депутатов представительных органов местного самоуправления республики с участием более 500 делегатов. Расскажите об итогах работы этого съезда. Съезд проходил 28-29 числа. 28-го делегаты работали по круглым столам. 8,6 делегатов проходили учебу на базе высшего школы инновационного менеджмента. И три круглых стола у нас состоялось, где принимали участие по 140-160 делегатов. Они были разделены по наиболее актуальным вопросам. Первое, это, конечно же, волнующие вопросы, как такого местного самоуправления, вопросы его реформирования, вопросы дальнейшей судьбы местного самоуправления. Второе, это связанные с вопросами социальной сферы, в основном это образование, культуру, здравоохранение, социальные политики. Ну и третье, конечно же, это в основном инфраструктурные объекты, вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, наших отходов и так далее. Поэтому интерес они вызвали, это круглые столы. По итогам этих круглых столов были очень хорошие предложения сформулированы, потому что рабочая группа, конечно же, она проект резолюции подготовила, всем делегатам она это раздала, но по итогам этих круглых столов были туда внесены соответствующие корректировки, и далее были новые предложения, которые же 29-го числа на предатной части они обсуждались и были озвучены. Сейчас резолюция дорабатывается, она была принята за основу, потому что за столь короткий промежуток, когда он проходит пленарное испытание, конечно же, его отредактировать сложно достаточно. И сейчас рабочая группа создана, она будет его до конца редактировать, и в заочном порядке депутаты представительных органов, которые являлись делегатами до второго съезда, они его примут, и резолюция будет окончательно утверждена. Вот какие предстоят реформы в области местного самоуправления? По местному самоуправлению это известно, это в прошлом году был принят в первом чтении федеральный закон, проект федерального закона, касающийся об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Этот закон у нас вызвал такое бурное обсуждение у нас в республике, состоялись очень много таких совещаний, можно сказать, встреч, люди просто были заинтересованы, но должен сказать, что данный закон пока он принят только в первом чтении, судьба его пока еще не определена, потому что в прошлом году еще были обозначены сроки, что это в мае, во втором чтении окончательно он будет принят, потом его перенесли на октябрь, а сейчас мы в силу известных причин, когда проводится и специальная военная операция, этот закон пока отложен. Но, как нам говорят в Государственной Думе, как говорит представитель профильного комитета, который является ответственным, Павел Владимирович Кашининников, закон, конечно же, будет принят. О его принципиальном отличии, если говорить очень коротко, то это, конечно же, самое принципиальное отличие от 131 действующего федерального закона, это, конечно же, создание внутри нашей страны одноуровневой системы муниципального образования. То есть, если сейчас у нас двухуровневая система, это на районном уровне, на уровне сельских поселений, городских поселений, то там предполагается создание на уровне городских округов и муниципальных округов. Ну вот какие поправки внесены парламентом Якутии в Госдуму, в Федеральное собрание Российской Федерации, именно в проект закона об общих принципах организации местного самоуправления в России? У нас там было принято почти 10 поправок. Мы сначала подготовили 11 поправок, но окончательно было отредактировано 9 поправок. Мы их направили в Государственную Думу, они рассмотрены комитетом. Где-то 3 поправки будут поддержаны, 4 поправки будут учтены в той или иной другой редакции. Ну а судьба под двум поправкам, она у нас еще идет в дискуссии, пока окончательное решение по ним не принято. Если вкратце сказать, чего касается, мы принципиально настаиваем на том, чтобы изменение границ и территории муниципальных образований оставалось исключительно за субъектом Российской Федерации, как это сейчас в 131-м федеральном законе. В нынешней редакции мы видим, что федеральные органы государственной власти это могут инициировать. Второе, преобразование действий, существующих муниципальных образований тоже должно быть это исключительное полномочие субъекта Российской Федерации, либо же в крайнем случае только по согласованию с субъектом Российской Федерации. Следующее, это там есть вопросы перераспределения полномочий между уровнем субъектов и муниципалитетом. Мы вносим поправку, чтобы этот не с момента, как только полномочия передаются, возникает финансовая ответственность того или иного уровня власти, а с момента того, чтобы мы очередного финансового года. Почему? Потому что при бюджетном проектировании, при бюджетном процессе все это можно было учитывать. Конечно же, это у нас поправки, связанные с организацией власти на местах, территориальных органов, если это муниципальный округ, как они будут работать на уровне наследов, потому что людей нас и в республике нас очень волнует. Это касается вопросов территориального самоуправления и так далее. Но я еще раз повторяю, та судьба этих поправок, она еще окончательно не определена. К республике Саха и Якутии очень внимательно прислушиваются к нашим поправкам, потому что они у нас полностью взвешенные, выверенные и обоснованные. Поэтому я еще раз говорю, что там где-то 7 поправок мы рассчитываем, очень рассчитываем на то, что они будут учтены в той или иной мере или приняты. То есть в будущем закон должен быть принят, да, после дополнительных рассмотрений? Конечно, да. Большой проблемой для наших муниципальных образований является реализация федерального закона об ответственном обращении с животными. Какие поправки предлагает парламент Якутии? Ну, по ответственному обращению с животными у нас проблема одна. В условиях Арктики животные, которые безнадзорные, они становятся агрессивными. Сейчас республика Саха и Якутия после тех трагических случаев, которые у нас происходили, нашумевших, мы, конечно же, стараемся предусмотреть у себя в государственном бюджете деньги, для того, чтобы в виде субвенции им отправить на муниципалитеты. Но, говоря откровенно, конечно же, этих денег не хватает. Почему? Потому что закон на сегодняшний день требует того, что эти животные, попав в приюты, они там находились до конца своей жизни. Усыпление возможно только в силу нескольких там причин, которые ввиду там болезненности, ввиду отдельных случаев, когда животное просто-напросто намучается. Поэтому содержанием, конечно, это огромные тяготы для муниципалитета. Мы должны предусматривать бюджетные расходы. И поэтому муниципалитеты, конечно же, на местах они выходят и в адрес государственного собрания, и в адрес органов исполнительной власти. Почему мы должны с этими ограниченными финансовыми возможностями исполнять в таком виде закон? Мы, как госсобрание Илтуман, в прошлом году инициировали наш проект, наши изменения на Ассоциацию Дальнего Востока и Забайкалья, чтобы не как один субъект выступить, а от имени Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. К сожалению, наша инициатива среди наших коллег, она не была поддержана. В это время три субъекта Российской Федерации с аналогичными предложениями обратились в Государственную Думу. Все они получили отказ, если говорить проще. Отказ там на уровне уже согласования с правительством Российской Федерации были отрицательные заключения. Сегодня в стенах Государственной Думы находятся, опять-таки, два законопроекта, поступившие от субъектов Российской Федерации, в том числе и от наших соседей по Налевосточному Федеральному округу, это от Забайкальского края. И все эти проекты законов касаются, так или иначе, регулирования численностей, когда они попадают в приют. А это регулирование численности. Если говорить откровенно, прямым человеческим языком, это в любом случае, конечно же, усыпление. Усыпление, да. Потому что мы говорим о том, что это, во-первых, очень большая нагрузка на бюджет, во-вторых, это в условиях Крайнего Севера, в наших условиях Арктики, это животные становятся просто-напросто неагрессивными в силу того, что им нужно добывать корм. Сейчас Республика Сахар-Якутия активно контактирует с субъектами Арктийской зоны Российской Федерации. Это мы, Магадан, Чукот, Красноярский край, Архангельская область, Мурманская область и далее там по северу, по всей Арктике. Почему? Потому что мы от имени Севера хотим уже в виде исключения, чтобы дали субъектам полномочия своим законом регулировать данную сферу. Потому что в масштабах всей Российской Федерации, видимо, это не получится, потому что мы должны понимать, что это в больших городах и в южной части, это, конечно, совершенно другие условия. А в условиях Севера это совершенно другие. Поэтому сейчас, как только мы получим, соответственно, уже заинтересованность есть, уже наши коллеги с Севера в принципе на славах поддерживают, но пока письменного согласия мы не получили. Если мы это письменное согласие получим, мы договоримся с ними, что это была инициатива всей северной части нашей страны. Ну, действительно, проблема общая. На севере Ивановки бродячие собаки действительно становятся голодными, и эту проблему как-то нужно по-другому решать. Вот расскажите о реализации федерального закона, внесении изменений в федеральный закон об образовании в Российской Федерации, вот у нас в республике. Ну, этот вопрос, он такой, скажем, очень фундаментальный, системный. 29 декабря президент Российской Федерации подписал данный закон об образовании изменения. И второе, это введение соответствующих изменений в 131-й федеральный закон, действующий по местному самоуправлению. Дело в том, что на сегодняшний день вопросами общего образования это полномочия муниципалитетов. Речь здесь идет о том, чтобы эти полномочия могут быть у субъекта Российской Федерации, и эти полномочия субъекта Российской Федерации в соответствии с своим собственным законам либо может их передать муниципалитету, либо же их изъять. Споры вокруг этого процесса идут давно. Вы, наверное, уже помните, в стенах Государственной Думы на федеральном уровне всегда были разногласия по этому вопросу. И спор идет вокруг чего? Во-первых, это конституционные гарантии на общее образование и на право граждан получать это общее образование, и чтобы были соответствующие условия. А эту гарантию дает государство. Соответственно, раз дает государство эту гарантию, мы должны от имени государства исполнять. На сегодня это переложено на плечи муниципалитетов. Поэтому вокруг этого первое. Во-вторых, для того, чтобы для таких субъектов, как наша, вот наша республика, была соответствующая бюджетная обеспеченность этих учреждений. Не секрет в том, что она у нас разница. У нас большинство муниципалитетов глубоко дотационные, поэтому, ссылаясь на то, что это их полномочия, конечно же, мы туда в общую кучу сваливаем. А это же не только заработная плата педагогов, это не только расходы, связанные с содержанием объектов, но это расходы внутришкольной деятельности, внутри детсадовской деятельности, обеспечения игрушками, текущим ремонтом, капитальным ремонтом, приобретением мягкого инвентаря, твердого инвентаря, обеспечения горюче-смазочными материалами, техникой и так далее, и так далее. Круг вопросов очень большой. Поэтому здесь есть очень много плюсов, и еще много таких вот минусов, можно сказать. Мы к этому вопросу должны подойти взвешенно, потому что, как показывает практика, если государство возьмет на себя эти функции, конечно же, с точки зрения бюджетной обеспеченности, это будет хорошо, потому что все это будет учитываться. Но с точки зрения, допустим, оптимизации процессов наших малокомплектных сельских школ, сейчас муниципалитеты стоят горой за свои школы, они защищают свои школы, это правильно, потому что если школы не будет, то практически будет вымирание села и наших деревень. А если это будет на уровне государства находиться, тут уже нужно к этому с осторожностью подходить. Ну и третье, нам нужно будет ссылаться на тот эксперимент, который проводило Министерство просвещения Российской Федерации, оно проводило уже в трех формах. Эти итоги у нас тоже неоднозначны, мы это должны будем учитывать. Да, Алексей Львович, действительно, здесь много вопросов, необходимое дополнительное обсуждение. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.